непростая и запутанная хронология действий вызывает у нас еще больше интерес к нуарной адвенчуре под названием black sat и это 22 часть фотографии готовы я обещал что покажу вам каждую из них всегда выполняют то что обещаю своим дорогим подписчикам так что давайте посмотрим слева направо по порядку это хорошая фотография но она не отражает правды что еще как отражает я же там был стон вовсе не так силен как может показаться и мур явно не нужна его поддержка так не пропадает у нас возможность посмотреть проверим будет ли тот же текст это хорошая фотография но она не отражает правды что еще как отражает я же там был стон вовсе не так силен как может показаться и мур явно не нужна его поддержка далее посмотри на его руку он что-то достает из сумочки мур или что-то туда кладет мур и митчел насколько у меня сложилось впечатление когда я фотографировал он что-то туда все-таки ложил или клал знаешь я думал он будет задаваться но он кажется не был уверен в том что победит еля ну может быть у него есть причины сомневаться на этой фотографии моя поза когда прошел еще одну игру для истинный геймеров на сто процентов а кто этот парень я уверен что это не поклонник видел бы ты ее лицо когда она его заметила боксер мыслитель боксер поэт бокс внезапно может оказаться любимым видом спорта среди интеллектуалов думаю она курит только тогда когда нервничает и что же ее нервирует и нервирует и хирург ну и теперь последнее фото так перед контрольный осмотр перед активацией дальнейших сцен карточка у нас одна была друзья между фото мы с вами успешно забрали кто-то может посчитать плитки кафеля я это уже давно сделал дело за вами я уже видел такой спичечный коробок стоп это же он кто митчелл хирург серьезно попался пока нет точно еще нужно его найти дружище ты что не слышал о чем я только что говорил нужно рассмотреть эти фотографии нам нужна зацепка которая выведет на митчелла ну видишь вот как я и говорил так теперь с волнением смотрим будет разворачиваться действо далее лайгу она драки вовсе не худшая часть моей работы тебе конечно могут и трепку задать но есть шансы отбиться но если всю ночь сидишь в машине выхода нет ноги сводит спина и шея затекают все тело ломит и тянет свалить отсюда это скучно и нудно люди наконец начали выходить бар закрывался и ни разу там не объявился митчелл не входил и не выходил у меня не было выбора наведаемся вла игуану знакомые лица я вижу вы решили принять мое приглашение так точно и вы умны подождали пока мои завсегдаты разойдутся потому что мех их залит хороший совет всегда к месту или бурбон приветствую вас мистер как вас говорите звать насколько я знаю лайгу она всегда сохраняла нейтральность он играл в покер с кэссиди но у лири использовал его бар для передачи денег имело ли смысл прикидываться и дальше или открываться было слишком опасно рановато наверное фарнем говард м фарнем 2 точно говард фарнем из динг-донга техас осторожность не помешает тут я согласен да вы талант а в пул вы играете еще лучше чем в покер здесь куда проще никакого обмана а вы даже не вздрогнули когда кэссиди решил преподать тому оружие урок ну а что тут сказать я его сам порешил я был слишком поражен чтобы удивляться это не первое давайте вот так вот по техаски если бы кэссиди не приказал цирюльнику убить этого сукина сына я бы сам его порешил а некоторые из тварей борт скажет потому что я не понимаю так я не пойму что тут как-то диалог создать в техасе ассоциации боксерских менеджеров заглючили мне могли бы пригодиться знания кэссиди не волнуйтесь я просто любопытен так что насчет меня что ж вам нужно от меня никто не приходит в лайгуану чтобы просто выпить или сыграть в пул я еще одного из ваших постоянных посетителей доктора ангуса митчелла зачем я хочу с ним работать и касается только меня и его да давайте это касается только меня и его это касается только меня и доктора митчелла без обид у меня нет времени объяснять как устроена жизнь в лайгуана ну скажу прямо не так вы не понимаете я должен с ним поговорить иначе иначе что вот пока здесь не отчитывается время я хочу сказать друзья как великолепно воплощена эстетика нуара в этом заведении как классно что мы можем сыграть партию в бильярд в блэксаде мне аж на момент самому захотелось в лайгуану и взять в руки кий но просто супер вообще антураж этого места все великолепно давайте теперь посмотрим мне вот даже захотелось знаете так вот вот а теперь сделаем выбор у меня есть друзья с которыми мы вряд вы вряд ли заходить познакомиться у меня есть друзья на самом верху и вам с ними иметь дело не захочется о и вы полагаете что у меня их нет думаете без них эту дыру не закрыли бы что то еще но так и подумал поэтому даже про деньги не говорил давайте передложим ему услышать версию о делах с олире вряд ли кэссиди порадует что в вашей дыре проворачивает дела о лире понимаете о чем я вот сукин сын хорошо дайте мне свой телефон я позвонил когда митчелл появится нет вы позвоните ему прямо сейчас и передадите сообщение и под эту фразу видели как шар вошел в лужу просто я всю ночь сидишь в машине выхода нет ноги сводит спина и шея затекают даже было уже все тело ломит и тянет свалить отсюда это скучно и нотно настолько что мысли попадают в какую-то бесконечную петлю словно сидишь в машине и наблюдаешь за кем-то владелец лайгу она должен был сказать митчеллу о том что некий муравьед все еще жив и что он обязательно расколется это лишь вопрос времени если повезет митчелл занервничает и объявится теперь остается только следовать за ним и мы направили свое авто вслед за митчеллом блэк саду нужна машина с откидным сидением чтобы он мог чтобы конечности не затекали там еще и подогрев что хорошо включить остальные опции слушайте ну в этой части просто но арность зашкаливает но арным сценам свойственно влажность улиц отблескивание сырого асфальта портовая зона и вот здесь сейчас мы как раз похоже приезжаем куда-то в порт так и есть так есть и практически точно такая же сцена есть в квесте фейс нуар это конечно филигранно припарковался не ударив ни один из углов парктроника точно нет но главное ему когда будет трогаться не перепутать передачу иначе без фар останется так вот так вот она боязливо и осторожно озирается только после этого открывает дверь блэк сад видел куда он вошел и что же сейчас на уме у нашего героя ммм как у него некрасивый некрасивая пузо мы что-то можем рассмотреть затаившись здесь как код в буквальном смысле этого слова давайте попробуем сначала может быть что-то найти на авто нет у него в руке дипломат так тут какая-то фальшь нет не фальшь так адские лошади я не знаю друзья должны быть здесь здесь какие-то комментарии нашего героя или это опять у меня забагалось тяжело сказать но может быть тут нужно сохранять как раз тишину все будет в порядке не беспокойся гилл стой на шухере если появится код ты знаешь что делать я вернусь через час гиллу приказано убить меня так но мы не посмотрели с вами на чемодан если у нас отсюда чекпоинт но пожалуйста нет из лайгуаны ладно ладно я уже привык к такому значит позже вам покажу давайте продолжать так повезло что он нас здесь не замечает а карточку на этом экране нельзя взять вот она жизнь детектива вместо того чтобы лежать на теплом диване и смотреть виртуозила game world приходится мокнуть здесь в порту интересно я смогу застать его врасплох вон оттуда хотя я понятия не имею как туда забраться но у нас еще остается получается одно действие которое нужно будет посмотреть друзья хотя хотя она может привести к смерти так как если мы в открытую на него кинемся он вооружен и конечно же опасен фонарик бы здесь не помешал вот в подвале он был очень кстати так на мусорнике мы находим карточку и давайте ее отправим в наш зал славы это последняя карточка под номером 100 круто так где-то вдалеке воют сирены а музыка здесь такая настораживающая так кто здесь еще раз бросал карточки ну-ка признавайтесь это грузовик в кузове там ничего так в кабину нельзя портовый грузовик с непроработанной кабиной ну ладно кто-то сложил здесь поддоны надеюсь это не какие-то поддонки перейдем давайте к этой стене здесь мы собственно и начали надо надо осмотреть все эти окрестности в этот переулок нет доступа блэксет упирается о невидимую стену это не очень друзья хорошо в играх для 2019 года можно было сделать чтобы туда пройти и упереться в тот забор так было бы гораздо правильнее я еще смотрю вверх потому что помните когда мы бродили кварталами китайскими там вот так вот вверх посмотрели и внезапно карточка оказалась на балконе это кстати была какая-то забагованная карточка так как она относилась к тем карточкам которые можно брать до бесконечности если вы переигрываете этот момент так ну тут кто-то нарвал газеты не знаю для чего может для ну не знаю в общем друзья да хе-хе-хе-хе так посмотрите какие дождевые тучи нависли над мостом я не знаю какой-то мост бруклинский или какой-то другой ну вот тут похоже еще одна карточка на мусорнике да точно бажан статач ну что бажан читаем о тебе какой позитивный бажан статач родился 12 августа 1903 года в нью-йорке наследник одной из самых богатых нью-йоркских семей его любовь к бейсболу обеспечила ему прекрасную спортивную карьеру хотя от наследства пришлось отказаться в пользу младшего брата с этого началась блестательная карьера одного из лучших питчеров в истории в вориорс не удивительно что на поле третьей победы в чемпионате национальной лиге статач посвятил несколько слов и своему отцу папа говорил я еще пожалею что обменял бизнес на бейсболу думаю я доказал что он ошибался вот друзья вот это выбор друзья я сделал точно так же не говорю что я поменял какой-то развитый бизнес но говорю о том что я предпочел виртуозила game world бизнесу чтобы радовать вас прохождениями на сто процентов и не жалею об этом так ведь здорово каждый вечер проводить вместе с вами приклеить карту и мы с вами смотрим на Чарли Кёрклинда собранного аж из четырех карточек Чарли Кёрклинд хоккей родился 3 апреля 1912 года в Баффало штат Нью-Йорк США Кёрклинд впервые выступал на пробах вратарей в Нью-Йорк Арианс в 1931 году его стремительный взлет к вершинам славы два кубка трэмбли и приз наибора лучшему игроку внезапно прервался когда в новостях появился сюжет о том будто бы он менялся на катке местами со своим братом-близнецом в результате он год провел под домашним арестом за мошенничество и был на три года отстранен от игр за злостно неправомерное поведение после этого он вернулся в Аринас и играл как никогда до этого хотя некоторые совладельцы команды и отказывались допускать его к играм я обещал вернуться говорил он когда получил первую из множества наград за свою вторую карьеру 4 карточки друзья 91, 92, 93, 94 это вот такая наклейка так тут еще довольно много можно обойти будем обходить я единственное на что надеюсь что разработчики да вот где-то здесь так посреди асфальта не бросят карточку потому что здесь очень открытая местность ммм хотя конечно надо будет ее прозондировать наверное после части я это обязательно сделаю как-то много мусорников хотя доки ну это пожалуй самая большая локация открытая локация имею ввиду по которой мы можем попутешествовать если тебе нужна тишина шум твой друг угу интересно а если тебе нужны прохождения 100% виртуозила game world твой канал я нахожу здесь четвертую карточку ребят это у нас это тоже составная карточка из одной большой наклейки четвертую часть еще надо найти давайте наверное выйдем сюда чтобы он нас заметил и посмотрим как он нас пристрелит мы сейчас с вами не проходим на ачивку ни разу не умереть вот опять же видите упираемся об невидимую стену но это это недопустимо в 2к 19 такие вещи делать можно было здесь забор поставить хотя бы холодные воды я не знаю гудзон лето или другая какая-то река может быть не река туда заметьте сливаются отходы хорошо что разработчики такие вещи показывают как человек губит дом свой так вот точняк о о о о о о о о о не точняк вот ведь настырный код хулиганы я бармут ну что друзья на этом и завершится часть вот так вот грустно а в подшивке я вам покажу что будет если посмотреть на чемодан так что сейчас увидим вместе а потом отправлюсь исследовать все уголки этого порта и мы с вами если что-то там найдем точнее я что-то найду то мы с вами вместе на это посмотрим во а вот и обещанная подшивка друзья смотрим на дипломат он оставил ее снаружи интересно что там интересно мне тоже было интересно поэтому повторно про исследовал а теперь посмотрим еще на лошадь сейчас он уйдет все будет в порядке не беспокойся гилл стой на шухере если появится код ты знаешь что делать я вернусь через час через час у нас час времени машина заметили изменила угол под которым стояла она немножко не так стояла так что будем считать это хех первым озвученным в этом прохождении ляпом что ж смотрим на него ооо тут даже рассмотреть что там можно слушайте это так гуд но мы уже смотрели на этот револьвер так это все друзья так что нам остается переместить я смогу застать его врасплох вон оттуда там где мы уже были ими как туда забраться и я начинаю исследовать все эти доки если нахожу что-то еще то покажу вам друзья начнем с этого следующую часть очень скоро на виртуозилла геймворлд мы встретимся чтобы продолжать и 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